Всем привет! Сегодня влог будет из машины, не знаю, может быть я его продолжу еще каким-нибудь другим кусочком потом вставлю Короче говоря, влог сегодня будет просто преисполнен позитивом потому что я сейчас еду ко всем любимому доктору, а именно к стоматологу Ой, не знаю вообще зачем я начала снимать влог, потому что настроение, откровенно говоря, паршивое И хочется просто кому-то пожаловаться, потому что у меня уже последние дня 4 так сильно болит зуб что вот сегодня я уже не выдержала, и я уже... Ой, извините, что вас качает Конечно, дороги не самые тут приятные и хорошие именно для влогов, но короче Вот, и сегодня я уже достигла той точки, когда я понимаю, что я уже готова на все, что только можно Лишь бы сделали так, чтобы у меня уже этот зуб не болел, потому что это просто уже все Я уже на финальной стадии кипения У меня разболелся вот здесь вот внизу зуб мудрости И, судя по всему, проблема довольно типичная, потому что этот зуб, он как бы вылез, но он в таком вот как бы капюшоне, как из Дисны еще И самая распространенная проблема, вот судя по тому, что я там почитала в интернете И вообще у знакомых там как бы узнавала Проблема в том, что туда в этот капюшон забивается какая-то еда Потом эта еда там воспаляется, воспаляется Дисна И, короче говоря, в зависимости от того, какая у кого ситуация Там получаются такие проблемы Иногда бывают проблемы вплоть до того, что там гной, естественно, это все вырезают Удаляют, дренаж ставят Ну, короче, там варианты могут быть очень плохие Вот, я до этой стадии, я еще, надеюсь, не дотянула Сейчас у меня еще такое хорошее настроение, потому что я накачалась обезболивающими таблетками И у меня уже как бы все хорошо Вот, когда я пью обезболивающий, я о нем забываю Ну, как, я все равно его чувствую, он все равно побаливает Но нету вот этой такой боли, вот просто пронизывающей все мозги И вот сейчас еще хотя бы я более-менее еще адекватный такой функциональный человек Потому что еще полчаса назад, там, я не знаю, ну не полчаса, час назад Вау, дурак какой-то, извините Полчаса назад, там, час назад я просто, я была готова лежать и не вставать Потому что у меня болела половина головы Мне трудно глотать, мне трудно дышать, мне все трудно было, короче говоря Вот, еду к стоматологу, у нас жара дикая, стоит 27 градусов, сейчас у меня тут пишут Но мне кажется, что больше, потому что машина в тенге стояла А сейчас вот, не знаю, мне кажется, что больше И что самое, ну я еще пожалуюсь, с вашего позволения Вы, конечно, мне не можете ответить, поэтому так как молчание знак согласия То я буду уже жаловаться Вот Погода вроде бы и неплохая Вот, я не могу пожаловаться и сказать, что вот этим летом там какая-то плохая погода Ну да, была бы какая-то неделька такая паршивенькая, скажем так Но в основном, в принципе, жарко, ей довольно сильно жарко Но при этом все, самое обидное то, что при этом все море холодное Причем реально холодное Даже для тех, кто, ну, вот в такой вот прохладненькой водичке привык купаться Все равно море, блин, холодное И за все это время я купалась один раз И то, как это, нельзя назвать это купанием, да Это можно назвать так Маканулся, лишь бы, лишь бы маканулся и быстро вылез Потому что холод, блин, собачий просто И ты быстренько так хлоп в воду и сразу оттуда тоже вылез Потому что очень холодно Если будешь сидеть долго в воде, сразу все сводит Ну и вообще это никакого кайфа Я в этом не вижу, чтобы прийти на пляж И вот, короче, даже не иметь возможности там когда кунутся поплавать Я люблю плавать все-таки И как бы, вот единственный раз, когда я вот покупалась в волю вот В волю оторвалась этим летом Это было, когда мы с моей подругой ходили в дельфинарии Вот этот немо, который я вам показывала Это один-единственный раз, когда я заходила там в бассейн, в воду И мне так было классно Я там могла плавать и поваляться Вот просто насладиться этой тепленькой водичкой, солнышком Вот все идеально было в тот день И все, на этом пляжный сезон мой закончился Хотя уже середина июля Уже половина лета прошла Я еще, ну, один раз покупалась Но это все равно я не могу назвать покупалась Потому что это издевательство над людьми Вот И, ко всему прочему, у меня вот из-за этого зуба у меня пропало вообще какое-либо желание Хотя бы хоть что-нибудь делать Там видео я запустила Вот у меня на этой неделе во вторник Сегодня среда А у меня во вторник Фу Задымила меня тут маршрутка Во вторник у меня должно было по графику выйти видео Я его не отредактировала Я сидела в понедельник, его пыталась редактировать У меня готово уже видео про покупки косметики Я его попыталась отредактировать, конечно И сижу, у меня этот зуб болит, блин, собака И я думаю Какие там покупки вообще Вот я вот просто смотрю кусочек, да, какой-то Который у меня там вот отснят Я его смотрю И я все равно не могу сосредоточиться на нем Я не могу вырезать какие-то там ляпы или что-то Ну, как я обычно это делаю Я видео довожу Ну, если не до идеала До хотя бы такого добоваримого идеала Когда можно смотреть и не видеть какие-то ляпы Какие-то там Когда у меня там все валится, сыпется с рук и так далее И тому подобное Вот А такое, блин, тоже бывает Он же дурак какой Вот Такое, конечно, тоже бывает И ляпы бывают Так, о чем? А, ну, я о том, что Короче говоря Это Сбил меня этот дурак, блин Который влез на мою полосу вообще Ехал совсем не по той полосе, которой надо Меня подрезал только что Короче, я сегодня ругаюсь Просто по полной программе О чем я сегодня рассказываю Я уже забыла А, что видео я не отредактировала Вот Пыталась я его вчера редактировать Опять накачалась там какими-то обезболивающими Пыталась его отредактировать Ну, там кусочек отредактировала Но потом бросила опять Ну, просто оно мне не идет Хотя, на самом деле, я понимаю, что Я, конечно, вот За годы работы на себя Я, конечно, очень себя разбаловала Потому что если Я понимаю, если я работала где-то на фирме Доплевать там всем было бы, что у меня зуб болит Я бы, как миленькая, должна была бы прийти с утра на работу Отработать весь день Пичкаться там таблетками И вообще никого бы абсолютно не волновало То, что у меня там что-то зубик болит Вот А так как я работаю уже очень долгое время на себя То, конечно, я себя начинаю жалеть там где-то Думаю, ну вот, ну не идет Ой И смотрите, вы у меня упали Ой Вот Я себе думаю, ну не идет у меня видео Ну ладно, завтра сделаю То есть я себе такие послабления делаю Что на самом деле, конечно, неправильно Так вот Ко всему прочему Я уже почти доехала, кстати Ко всему прочему У меня еще сегодня отключили воду Блин И как назло Я психотологу, поэтому еду с таким видом Как будто я бомж вообще какой-то Который не мылся три года Хотя на самом деле У меня волосы даже не то чтобы грязные Но они просто Я вчера делала укладку с лаком И я так хорошенько их сбрызнула лаком Вот Поэтому Они у меня сейчас такие, знаете, как пыльные Вот, после лака Я думала Помыться себе нормально Привести себя в божеский вид Ну, у меня этого, конечно же, не получится сделать Без воды Хотя бы зубы почистила Потому что в фильтре там какая-то вода была На стакан Я зубы почистила Я не знаю Это видео получилось каким-то отстойным просто Потому что Я о чем-то Вообще о каком-то бреде полнейшем чешу Я не знаю, буду ли я его вообще выкладывать У меня мозги, мне кажется, сейчас Под этими всеми обезболивающими Я их три дня там уже пью Короче, наверное, оно влияет И Короче, я потом на свежую голову Пересмотрю это видео И пойму вообще Стоит ли его выкладывать или нет Потому что Ну, зато оно настоящее Вот такое вот у меня бывает настроение А я тут езжу И не могу понять, где эта Стоматология Вот, вроде бы, вот это она Или нет Салон красоты Нет, это явно не она Ёлки-палки Я, по-моему, не туда Маршала Жукова А мне не Маршала Жукова Ой-ой-ой-ой-ой-ой Чувствую, я еще вообще Никуда поехала Более Ладно, буду искать стоматолога Вообще, я уже опоздала на пять минут Потом, может, выйду от стоматолога Еще вам отчитаюсь Ой, ребятки, мне сейчас так хорошо Я уже вышла от стоматолога Он меня так обколол Что я не чувствую вообще Вот эту вот всю зону Вообще не чувствую Язык с этой стороны Как будто Мертвый И вот эта часть губы Тоже, я ее вообще не чувствую Ну, короче говоря Что он мне сказал То, что я и думала Вот Что забилась еда В этот капюшон От Зуба мудрости И началось воспаление И от того, что началось воспаление Естественно, все мои Вот эти вот замечательные симптомы Вот Сказал, что пока воспаление есть Естественно, резать ничего нельзя Вот Когда воспаление пройдет Можно Либо Либо вырезать этот капюшон Который закрывает этот зуб Либо Он говорит Можно попробовать Альтернативным способом Потому что Судя по всему У меня там Ну, этот капюшон Не то, чтобы Ой, извините Вас опять так качает Конкретно Не то, чтобы Этот капюшон у меня там Какой-то сильно большой Поэтому он говорит Что можно попробовать Капать на него Раз в три дня Йодом И йод как бы Сильно высушивает десну И она как бы Сморщивается И становится маленькой Вот И Возможно Возможно Мне этого как бы Будет достаточно Для того, чтобы Ну Самоизлечиться В общем-то И чтобы Больше такой ситуации Не повторялось Если вдруг Мне этого не хватит То есть Как бы Это десна Не будет уменьшаться Он естественно Говорит, что Как вариант Это ее Вырезать Ну Я не знаю Вырезать С какой-то стороны Я понимаю Что может быть И Может и надо Ну Не то, что надо Желательно Потому что У меня такая История Уже Не первый раз Блин Капка Качает Ёлки-палки У меня уже Такая история Далеко Не первый раз Просто Каждый раз Она как-то Ну проходила Она не доходила До той стадии Когда вот реально Очень прям Вот оно все болит И очень сильно Воспаляется И так далее И тому подобное То есть Оно Поболит Я его там Он мне все Как бы должно Должно быть Ничего Выписал Мне таблетки Противовоспалительные Которые мне надо Пить Ой Вот На этом Наверное Я буду заканчивать Этот влог Получился Он просто Супер Мега Позитивным Ну Я хотела Откровенно Мне хотелось Пожаловаться Потому что Так уже я устала От этой боли Будем надеяться Что Наконец-то Она уже Потихоньку У меня Пройдет Если у кого-то Похожие проблемы Будете знать Какие-то Альтернативные Методы Борьбы с ними Все Перестаю Болтать Пока-пока